И когда стадо зебр чувствует опасность, и оно идет, то у льва перед глазами не зебра, а как будто советский поломанный телевизор. Видите, рябит, да, то есть вот эти вертикальные полосы, и он теряется, он в ступоре. Как мы иногда говорим, я в шоке, где тут зебры, были зебры, теперь одни полоски перед глазами. Видите, как Бог удивительно разнообразие сотворил. А павлин, когда он раскрывает хвост, да, я когда был маленький, тогда еще был не Екатеринбург, а Свердловск, я смотрел и такой думаю, ну как бы мне дотянуться, я так сильно хочу перышко от павлина. Вот, и я хотел бы прочесть вам псалом 150, это последний псалом в Салтерии, последний стих. Все дышащие дохвалят Господа, аллилуйя. Смотрите, что здесь сказано, все дышащие, весь животный мир хвалит Бога. Когда мы с Аленой, у нас во дворе растут высокие тополя, выходной хотим отоспаться, но у нас иногда будут вороны. И Алена говорит, смотри, как каркают, я говорю, ну группа пения прилетела, они сейчас славят Бога. Вы знаете, в животных заложено инстинктом, творцом славить Бога. Лягушки квакают, кукушки куклуют, там я не знаю, то есть природа просто славит творца всего сущего. Человек, это единственное создание в мире, мироздание, которое имеет выбор славить Бога или нет. Подумайте об этом. Весь животный мир славит Бога. И это так здорово, что сегодня мы с вами сознательно можем также славить Бога. Аминь. Добро пожаловать на наше воскресное собрание, где мы будем славить Бога, прославлять Его в пении, причащаться и слышать, слушать Его Слово. Давайте друг друга поприветствуем. Аминь. Спасибо.